всем привет вы на канале вкусно дома и с вами как всегда я ольга молодцова сегодня мы с вами будем печь очень вкусный пирог с ягодой и сметанной заливкой этот пирог невероятно нежный и ягоды придают ему по-настоящему летнее настроение можно его готовить со свежей ягодой но так как уже не сезон я буду использовать замороженную и так что нам для него понадобится 300 граммов муки это примерно 2 стакана 150 граммов сахара 2 яйца 200 граммов сметаны щепотка соли 100 граммов сливочного масла и 300 граммов ягоды я сегодня буду готовить с малиной а вообще для этого пирога можно брать любую ягоду какая вам нравится например ежевику чернику или смесь из ваших любимых ягод и так начнем с приготовления теста для начала нужно растопить сливочное масло можно это сделать на плите можно несколько секунд погреть его в микроволновой печи главное масло не кипятить кипеть оно не должно оно должно просто растаять потому что мы скоро в него будем вводить сырое яйцо и так а сейчас берем большую удобную емкость выливаем туда сливочное масло и добавляем сахар из наших 150 граммов нам понадобится всего 2 столовые ложки для теста и добавим немного соли теперь сюда добавляем одно сырое яйцо и все тщательно размешиваем до растворения сахара теперь из нашей муки оставляем одну столовую ложку для сметанной заправки а остальное отправляем в тесто муку всыпаем постепенно за несколько раз я всегда говорю что мука муки розе какой-то нужно больше какой-то меньше у меня например чуть-чуть осталось тесто уже достаточно упругое оно должно получиться мягким но при этом не рассыпаться и не крошится и так выпекать наш пирог можно допустим разъемной форме или вот в такой керамической но формы смазывать маслом не нужно масло достаточно в тесте сейчас мы в эту форму наше тесто равномерно распределим тонким слоем и обязательно сделаем бортики нашему коржу нужно постоять немного в холодильнике минут 15 чтобы тесто было более рассыпчатым и хрустящим ну а мы тем временем займемся сметанной заливкой с ней все очень просто в удобной посуде смешиваем сметану яйцо муку и сахар венчиком или миксером взбиваем до полного растворения сахара 15 минут прошло тесто охладилось и можно собирать пирог нашу ягоду высыпаем на дно и разравниваем кстати если вы используете замороженную ягоду то достаточно будет ее час подержать при комнатной температуре и она растает заливаем это все нашим сметанным кремом и можно убирать в духовку заранее разогретую до 190 градусов выпекаем его минут 40 45 если краешки тесто начнут подгорать пирог можно накрыть фольгой пирог при желании можно присыпать сахарной пудрой 40 минут прошло и готов наш невероятно нежный очень вкусный и ароматный пирог как вы видели готовить его совсем несложно а в результате у нас получился невероятно вкусный десерт кстати я очень люблю теплые пироги но можно этот пирог охладить и подавать холодном виде так он тоже очень вкусный если вам понравился этот рецепт то обязательно поставьте лайк под это видео не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик тогда вы не пропустите все мои новые рецепты заходите в мои соц сети все ссылочки в описании под этим видео жду от вас комментариев а на этом у меня все приятного вам аппетита пока